всем привет любителям дифрага всем привет здрасте и мы наконец-то своей дифраг теории переходим к самому интересу мы переходим комбо пушкам ась вася вася туда-сюда стреляй давай сегодня у нас будет рокет сегодня будет любимое оружие многих просто они его обожают они с ним спят они его лапзают по ночам популярнейшие популярнейшие оружие практически во всех она комбо-картах я не помню ни одной комбо-карты чтобы она короче без руки это комбо-карта не комбо-карта ну вы поняли и для начала мы расскажем самые базовые вещи про этот рокет то есть его изначально вложены в него особенности эти особенности называются следующими по идее даже двумя просто пунктами первое это то что сейчас демонстрирует экстенд это задержка между выстрелами грубо говоря кулдаун говоря в по-модному назовем кгд рокета 800 миллисекунд он сокращается только если вы носите при себе в кармане хейст там он где-то в два раза примерно в два раза быстрее ну или очень жахнет такой угорячить он тоже кажется что быстрее стреляет наркомания 18 плюс и скорость полета рокета составляет 1000 упс вот сейчас вот немножко больше у него и обгоняет да в общем то я попытаюсь сейчас как-то тысячи юнитов набрать по прямой чтобы было не получится короче говоря 1000 юнитов это в цпм в уху-3 составляет скорость этого оружия 900 юнитов немножко различаются мы говорили про эти различия в нашем предыдущем видео различий уху-3 цпм можете посмотреть кому интересно там ничего интересного кек итак начнем с азов и самых базовых понятий основное понятие которое ассоциируется с ракетом это рокет-джамп известная вещь каждый интернет пользователь знает что такое рокет-джамп в квейке это представляет собой выстрел под себя во время прыжка тем самым вы увеличиваете высоту вот меня здесь высота пишется в правом верхнем углу она кейт 48 юнитов то есть ваш стандартный прыжок он всегда 48 юнитов вы прыгаете прыгать 48 стрельнув под себя во время выстрела во время прыжка вы увеличиваете свою высоту а допустим 376 юнитов меня так что получилось механика этого всего действия очень простая вы нажимаете прыжок и практически одновременно с ним нажимаете выстрел но прыжок надо нажать чуть раньше а и у вас получился вы прыжок то это без рокет-джамп естественно высота этого дела может варьироваться вы можете без прыжка выстрелить но это обычно не используется потому что это как бы но это бред вы можете выстреливать не не только вот себе вы можете немножко давать себе горизонтальную скорость выставляя разные углы с оружием и так вот проходить какие-то карты вообще не нажимая никаких кнопок ну да такие челленджи кстати были порой вот ну я думаю с рокет-джампом все понятно теперь переходим к таким вещам как комбинирование и использование его с разными особенностями карп например такой особенностью является рампа то есть мы говорили о том что высота прыжка при рокет-джампе там 390 юнита да вот чисто сверху а если налетать на рампу и выстреливать ракетой то ваша высота еще увеличивается то есть на этот раз составила 816 юнитов к примеру ну да будет эта высота зависеть от вашей скорости с которой вы делаете даблджамп об рампу ну и в принципе целостность самого рокет-джампа его же идеальность так скажем причем чем раньше вы выстрелите ракеты тем выше высота у вас будет если вы будете после даблджампа об рампу выстреливать позже ракеты ваша высота будет естественно ниже как только вы если вы будете одновременно с даблджампом то ваша высота будет максимальная к следующему мы переходим это джампады то есть на картах разных существуют такие вещи как джампад они вас просто подбрасывают вверх на определенную высоту например данный джампад на тысячи триста пятьдесят шесть меня подбрасывает уже в который раз он даже 1363 нифига себе разные значения выстреливая непосредственно после джампада моя высота стала две тысячи практически 300 юнитов соответственно тоже зависит от того на сколько на карте он нужно высоко подняться если вы выстреливаете после джампада прям сразу и либо выстреливаете непосредственно сам джампад но у меня не получается потому что здесь немножко пинг ну здесь пинг да мешает но суть как бы ясна я думаю да суть ясна то есть вы можете варьировать эту высоту то есть вы можете джампад потом выстрелить какой задержку вашего высота будет чуть меньше но мало ли вам такая нужна по прохождению к теперь расскажем про такие вещи как 2x rg 2x rg это двойной это кстати вот 3x сейчас показалось да то есть можно это все увеличивать в размеры самый стандартный по идее более-менее распространенный это 2x вот он и собственно вы ловите рокет и как бы комбинируете его сроки джампом грубо говоря то есть дополнительный рокет вас идет в помощь рокет джампу обычно сплэша двух ракет суммируются и вас подбрасывают еще выше нежели просто при при простом роке джампе то есть две ракеты вас отталкивают сильнее чем чем одна спасибо так же да да и также можно комбинировать делать 3x в некоторых случаях и там 4x и 5x это все возможно но это уже более триксовые темы и они они по-моему дефрагерских картах и не особо как-то затрагиваются все же больше на сути дела не участвует больше чем 3x вряд ли где-то найдете да очень ряд 2x 3x да самые распространенные 2x и 3x вот ну думаю можно перейти к набору скорости горизонтальные наборы скорости с помощью отстрела от стен они от пола в общем-то для начала чтобы выбивать максимальное количество упсов при скорости от отстрела от стены нужно соблюдать примерно 45 градусов то есть прицел должен смотреть в стену примерно на 45 градусов вот 35 ну прям это время 45 примерно да то есть нет определенных значений если ну или допустим 135 либо там 145 вот так вот если у кого есть полоски то это где-то посередине вот этих двух маленьких полосочек то есть вот здесь вот и вот здесь вот я например вот так и ориентируюсь ну естественно я сейчас посмотрел на полоски поначалу было вот в дальнейшем что вам нужно нажимать основной фишкой который вы должны как бы должны отталкивать ракеты от стены себя но при этом у многих людей получается так что они отталкивают себя от стены прям совсем далеко вся фишка в том чтобы обратно прилипать к ней то есть чтобы следующая ракета как только ваши кд уроки то заканчивается вы отстреливаясь прям сразу же достигается это использованием двух кнопок когда вы улетите естественно допустим мы летим в ту сторону выжмете вперед как только вы хотите отстрелиться ракеты это где-то вам нужно так развернуться вы нажимаете кнопку влево ой господи влево говорю вправо нажимаете кнопку вправо поворачиваете прицел отстреливаетесь и обратно поворачиваетесь вперед то есть это как-то так выглядит опа опа и вы набираете скорость то есть надо вам очередовать вот так вот кнопки приблизительно ни в коем случае вы не должны разворачиваться самая часто распространенная ошибка при которой очень много скорости теряется это поворот с кнопкой w то есть смотрите как что происходит вот вы хотите вот допустим туда бежать да вы склон когда вы поворачиваете потеряете скорость отстреливать то есть да вам что-то там дает рокет но дает не идеально и вы также обратно скоро скоро куда вы возвращаетесь то есть так вот делать нельзя так вот это медленно также еще самая распространенная ошибка особенно вот у новичков они отстреливаются зажимая две кнопки то есть вперед и какой-либо стрейф но зависит от стороны стены они этого делать нельзя как-то делают вот так вот так вот просто смотрят в одну сторону то есть вы все равно да вы отстрелились вам что-то это дал но так как вы смотрите вперед у вас все равно теряется скорости все равно нужно смотреть по идее куда ты летишь даже если из этих соображений исходить лучше все-таки разворачиваться развивать вот эту моторику то есть по сути ваш ран должен состоять из двух но то есть это вперед и какой-то стрейф в зависимости от того какой стене вы прилипаете если вы прилипаете справа от вас стена то вы жмете кнопку влево если от вас стена с левой стороны то жмете естественно кнопку вправо надеюсь вы понимаете о чем мы говорим вот стена находится слева мы используем только кнопки вперед и вправо если к стена находится справа мы используем вперед и влево вот так это самые быстрые способы еще мы не помню рассказывали про то что можно родине от смерти на берег или кстати горизонтальная составляющая еще можно как себе увеличить бывают такие карты у нас демочки заготовлены мы вообще обязательно покажем каждый элемент как которому сейчас рассказывали вот можно запускать ракет вперед там прыгать из какой-то там скоростью можно запустить ракету вперед обогнать и оттолкнуться от ракеты уже от стены уже дуя ракетами грубо говоря это тот же 2x 3x и более x там только от стены придавая себе не вертикально скорость и горизонтально по идее тоже самое все происходит только горизонтальный я думаю более техничная вещь потому что это надо делать во время прохождения вам никто так особенно из мапперов не даст просто выстроиться там в какую-то прямую линию набрать тысячу мусс там кинуть рокет все поймать да поэтому это такой более техничный элемент ну и я думаю можно перейти к демкам просмотру демок да покажем элементы я думаю мы будем сразу их запускать с таймскейлом да да давай так сразу сделаем так вливаем мы сервера переходим к просмотру демок они у нас заготовлены вот их куча штук и я думаю мы начнем с элко киди так давай элко киди будем просматривать на скорость на скорости 0.5 чтобы это было не так долго готов да насчет три раза два три запускаем и смотрим здесь есть такой элемент конечно как rocket boost о котором мы расскажем вам попозже вот запуск например был ракеты сейчас в стену наперед это мы нам дало скорость дало высоту и вот тут то что было использование еще с этим с чемпадом вот опять же был рокет с 2 из которые мы набрали высоту дальше идет простые раки чем очень кешь простые ну грубо говоря вот это опять же комбинирование высоты рокет джампа и скорости было грубо говоря так вот опять габарит поговорим поговорим вот было комбинирование овер баунса овер баунс обязательно отдельное видео будет было комбинирование вот вы можете на их сможете на этих прямых наблюдать какие кнопки жмят будет он не жмет две кнопки сразу он жмет так как мы рассказывали вам изначально сейчас покажем это все будет быстро как все выглядит вы было бы странно если бы я жал две кнопки сразу да было бы очень странно то есть так таймскел один да запускаем да там скел один я уже смотрю так что то есть все о чем мы говорили использование с джампадами запуске ракет наперед запуске ракет не только наперед но еще и вниз то есть тайминг 2x маневрирование все это нужно отдельно и это как бы на самом деле довольно просто если если бы изначально люди правильно сразу вы делали тут надо развивать разумеется моторику нужно рефлекс развивать свой в общем скилл нужен который нам нужен дорабатывать так любые вот эти элементы встречаются редко по одному обычно это все кучами кучами в одной карте поэтому это все надо в принципе уметь делать хорошо да кисель кап 13 давай запустим таймскеллом 0 там все быстро происходит там скинул 03 поставил и запустим насчет три раз два три здесь же тоже используется технология такая то что здесь надо было заранее рассчитывать запускать ракеты наперед потом его ловить то есть такой тоже элемент присутствует правда тот выстрел на котором на земле набирается скорость это расскажем пацаны но прям сейчас и возьмем запишем просто хотели разделить вот использование с рампой ракета стрелять в рампу вы беднее чем об стенку но если если сравнивать прям рампу до до вылета и после стенки стенку после вылета надо выстреливать все время руки стараться по кд то есть ну вот такие вот раны вот допустим хейст увеличивается точнее уменьшается к дороге ты тут надо уже прям с память на рука так нехило устает если у вас большой сенс вы маленький сенс если у вас большой сенс рука тоже устает вы поняли вертеть надо нехило прям вентилировать и все это делается естественно на чуйку какие гампки он нажимает рассказать да посмотрим эту дамку ставим скейл единичкой что-то очень быстро раз два три просто чтобы люди поняли насколько так это не особо просто как это выглядит на самом деле как-то выглядит на самом деле стараться нужно на руки тренок лететь все-таки лицом они спиной вот допустим будет стрелился и он летит лицом но концовка там спиной потому что потому что там мари мая дома мари что не смоет аграемы эти упсинки которые потерял нет не особо решают там естественно все карты зависит так еще какая-то у нас была карта давайте тирот что-то вася с таймскейлом каким мы ставим ну 2 0 5 можно наверно до 0 5 поставим на таймскейл спускаем на счет 3 1 2 3 и еще одна демка на rocket run тоже на использование ракет тут половина карты спиной пройдена но опять же видите очередность какая была нажатия кнопок то есть не жмется при робид таннах две кнопки практически сразу это делать нельзя это очень много теряет скорости из-за этого ну потенциальной скорости вы теряете ну да не фигурально потенциальной скорости вы теряете терять скорость ту которую могли бы набрать вот я думаю стоит это смотреть этот шедевр спиной пройденный еще разочек таймскейл 1 запустили вы выстрел как каждый выстрел примерно 45 градусов смотрит он стену очень важный момент очень быстро разворачиваться мышкой то есть ваш выстрел который то время которое смотрите назад должно быть очень маленьким желать в общем то вы должны смотреть назад только во время выстрела только во время выстрела и чем быстрее вы это делаете тем выгоднее по времени у вас получается но я думаю на первую часть на этом мы и закончим следующая часть прям сразу за этой вы ничего не пропустите давайте пацаны увидимся на серверах пока давай удачи